привет друзья вы на канале в айч и так сегодня делюсь секретом в чем же причина успешного снижения веса скажу сразу еще пару месяцев назад когда только приступала к своей работе консультанта диетолога я и сама понятия не имела в чем же причина успешного снижения веса или меня это только предстояло открыть и вот сейчас когда уже перед моими глазами прошло немало людей с той или иной историей успешности снижения веса я уже могу сделать кое-какие выводы подвести кое-какие итоги поделиться некоторыми результатами и я сделаю это сегодня на примере одного человека это мой клиент это клиент который побил все рекорды по успешному снижению веса я имею ввиду что он побил рекорды среди остальных моих клиентов мои клиенты это преимущественно женщины разного возраста есть и молодые есть и не очень молодые мужчина среди них один и это мой подписчик василий иванов наверняка некоторые мои постоянные зрители уже слышали имя этого человека я как-то даже передавала ему привет в одном из видео дело в том что когда василий иванов появился в качестве подписчика на моем канале я не воспринимала его серьезно для меня василий иванов ассоциировался со смеющимися смайликами в виде комментариев под всеми моими видео регулярного пожелания доброе утро добрый вечер и так далее ну в общем для меня это был просто подписчик шутник который наверное от скуки тусуется на моем канале ну в общем вот как то так и когда я получила заявку от василия на снижение веса честно говоря я не была серьезно настроена на то чтобы работать с этим человеком потому что для меня он по-прежнему был человеком приколом и я подумала что это заявка это очередной его прикол но естественно я попросила заполнить анкету прислать свои фотографии и когда василий иванов прислал мне свое фото конечно я никогда не видела это раньше этого человека я поняла что да действительно у человека есть проблема лишний вес и и что здесь есть над чем работать и мы начали работать даже когда мы уже вступили в наши рабочие взаимоотношения и начался такой у нас конкретный разговор на темы снижения веса и на темы вообще изменения питания я выяснила что василий хочет конкретно изменить свое питание вот в процессе нашего общения я первое время все равно не была уверена в том что эта идея это хорошая идея то есть я думаю что василия хватит ненадолго что спустя там неделю или пару недель этот человек просто сдуется и уйдет в туман как ушли ну некоторые из моих клиентов те клиенты которые действительно очень сильно заинтересованы в снижении веса они как правило каждый день стучаться ко мне в социальные сети каждый день я получаю от них письма с вопросами с рассказами о себе и такое общение у нас происходит практически каждый день у таких людей действительно есть результаты потому что я вижу что у людей есть заинтересованность некоторые люди пропадают куда-то в туман и даже когда я пишу им в почту и спрашиваю как у них дела они не отвечают но я делаю вывод что либо человеку просто это стало неинтересно заниматься своим совершенствованием своей физической формы либо у него нашлись какие-то более важные дела но в таких случаях я не настаиваю но вот случае с василием ивановым все было как раз наоборот человек не только не ушел в туман но он выходил на связь несколько и выходит на связь несколько раз в день каждое утро когда я открываю свой ноутбук я уже знаю что сейчас в контакте у меня появится короткое сообщение от василия в котором будет только одна циферка эта циферка будет его вес василий ежи утренне отчитывается мне о своем изменении своего веса я уже настолько привыкла к этим и жизнь утренним отчетом что если вдруг отчет запаздывает я уже начинаю немного переживать волноваться что случилось с моим василием так вот переходим ближе к цифрам 25 января василий стартовал по моей программе снижение веса с весом с весом 93 килограмма на сегодняшний день но точнее на вчерашний по вчерашним данным 8 марта вес василия составил 83 килограмма и того за полтора месяца человек скинул 10 килограмм это мужчина это неженатый мужчина прошу заметить который сам себе готовит еду человек изменил вообще свою жизнь ради того чтобы заняться вплотную своим здоровьем человек продал машину и бросил работу таксиста потому что понял что эта работа никаким образом не способствует его оздоровлению а скорее наоборот человек покинул город и уехал в деревню для того чтобы опять же заняться своим здоровьем вплотную чтобы ничто его не отвлекало от его работы над собой человек сам себе готовит еду и это при том что у него как у мужчины неженатого особых навыков приготовления пищи нет как я поняла что у него присутствовал частенько и фастфуд и обилие каких-то мучных изделий ну в общем и пиво и все такое прочее все прелести неправильного образа жизни неженатого мужчины все это присутствовал василия и что я вижу теперь я вижу что упорно день за днем василий выполняет мою программу следует строго моим рационом даже доходило до смешного василий настолько строго строго следует моим рационом что когда у него случается отсутствие какого-то продукта который прописан в рационе или у него не хватает времени что-то приготовить из этого продукта он в панике пишет мне сообщение что делать можно ли чем-то заменить этот продукт или что делать я там не успел приготовить то есть я вижу насколько серьезный человек подходит к своему питанию настолько серьезно он действительно озабочен тем чтобы вес уходил потому что он понимает что лишний вес это не просто лишний вес это фактор утягощающий его собственное здоровье что интересно я получаю в сообщении вконтакте не только отчеты василия а его те же утреннем весе но и фотографии тех блюд которые он себе готовит мне очень приятно смотреть на эти фотографии его еды я прямо вижу как василий стал трепенно относиться кто еде которую он употребляет и вот это меня очень очень радует потому что когда человек начинает трепенно относиться к той еде которую он ест то жди хороших результатов казалось бы прошло совсем немного времени с 25 января и по сегодняшний день по 9 марта но я вижу что даже вот за это короткое время василий очень сильно изменился знаете когда он начинал это был всеядный мужчина который совершенно не разбирался в том что он кладет в рот и не делал никаких разграничений между полезной едой не полезной едой смысл был в том чтобы просто быть сытым а что-то что там попадает в рот это совершенно не важно будет ли это фастфуд будут ли это какие-то там магазинные пельмени колбаса яичницы совершенно не важно буквально спустя две недели я уже увидела василия такое очень умное и взвешенное отношение к выбору продуктов он советовался со мной можно ли ему вот это можно ли этот продукт сочетать вот с этим то есть я увидела что у человека уже появилась заинтересованность в том чтобы научиться разбираться в еде еще немного времени спустя я увидела что человек испытывает некоторые ну скажем так страдания по поводу того что привычная еда исчезла из его рациона появилась еда новая такая например как овощные салаты которые может быть мужчина раньше и совершенно не часто употребляла и тем более готовил себе я увидела что появилась некоторое скажем так дискомфорт в его самочувствие но он мужественно его перетерпел и спустя еще некоторое время я уже увидела что человек и смирился и с салатами и с присутствием зеленых коктейлей и фруктов в своем рационе и с каждым днем это еда становится ему все ближе и все роднее это было прямо видно по его лицу и читалось в его сообщениях как день за днем меняется его отношение к еде спустя еще некоторое время когда наступило время великого поста я с удивлением обнаружила у себя в личке сообщение о том что у василий хочет присоединиться к посту что же я предоставила ему рацион для поста и человек стал следовать всем рекомендациям поста причем это были довольно таки жесткие рекомендации я вам скажу это чуть ли не монашеская аскеза но я увидела что человек и этот факт не смущает и он продолжает мужественно и упорно следовать и этим жестким рационам и по-прежнему идет к своей цели вот тогда я совершенно другими глазами уже посмотрела на этого человека и когда василий объявил о том что он желает начать очищение по методу огонь он уже тогда я уже не была удивлена потому что я поняла что от этого человека можно ожидать каких угодно радикальных решений и я всегда поддержу его в этих решениях потому что я вижу все идет на пользу все идет во благо человек меняется у меняется не только внешне я вижу как помолодела его лицо я вижу как изменились по интонации его реплики если раньше это были реплики такого уставшего человека депрессивного даже я бы сказала то сейчас я вижу больше улыбок больше шуток больше какой-то легкости в общении это меня очень радует пока у меня есть только одна фотография василия тана который он со своим изначальным весом 93 килограмм если василий пришлет мне фотографию уже с сегодняшним весом минус 10 килограмм и если он разрешит показать результат его работы и другим людям то конечно же я сделаю это разрешение василия таким образом то чем занимается василий с 25 января и по сегодняшний день это есть рутинная упорная и последовательное выполнение одних и тех же действий василий с завидной с завидным упорством и настойчивостью каждый день делает одну и ту же работу он готовит себе правильную еду согласно тем рационом которые я ему прописываю и согласно той пищевой программе которые я рекомендовал ему придерживаться что ж друзья я наверное не открыла никакого особенного секрета на мой взгляд секрет успешности похудения только один это как я уже сказала и еще раз повторюсь это рутинная упорная и последовательное выполнение одних и тех же действий каждый день только такие последовательные действия приводят к желаемому результату что мы и видим с вами на примере василия иванова хочу выразить огромную благодарность моему клиенту василия иванова за то что он очень живо откликнулся на все мои рекомендации за то что он соблюдает их несмотря ни на какие жизненные трудности и огромное спасибо ему за его неистребимое желание стать здоровее я очень уважаю это его желание и я прошу прощения что раньше я не очень серьезно относилась к намерениями этого человека но на сегодняшний день мое уважение к вам василий просто зашкаливает что ж друзья я надеюсь что пример моего клиента василия иванова послужит вам как образец идеального поведения человека который хочет добиться впечатляющих результатов на этапе снижения веса я желаю всем удачи на выбранном пути вашего айчи а